традиционный новогодний выпуск на этом канале ну естественно всех с новым годом поздравляю это понятно обычно я в последнем выпуске года подвожу первых итоги года и рассказываю что планируется на канале в следующем году то есть такой в основном будет посвящен не празднику к этому самому канала будет посвящен но не будет это дело работать 31 декабря и 1 января как известно я не пьющий и в общем так и буду видимо что-то там сидеть работать это время но просто народ будет праздником занят я уже не буду отвлекать всякими событиями из жизни средневековых придурков и тогда или всякими там языками непонятных долин дагестана и прочими такими вещами явно к новому году не относященность то есть 2 января я планирую выйти в эфир 31 1 меня не будет по поводу итогов года но сначала статистика поскольку я в науке работаю я привык с численных данных начинать но что мы тут видим что опять удвоилась в принципе каждый год удваивается я канал систематически начал вести с лета девятнадцатого года первоначально тут были славянские языки и была сразу история 20 века то есть про семнадцатый год там и так далее но я сначала редко выпускал примерно к двадцатому году то есть прошлому я втянулся и этот год уже так систематически примерно четыре выпуска в день с паузами когда у меня совсем по работе завала я естественно уже не выпускаю ничего примерно каждый год удваивается но это мало по сравнению с тем как обычно каналы на ютубе до 3000 подписчиков сейчас примерно это такое средненькое количество которое во первых означает что аудитории есть но она не массовая но на самом деле это меня устраивает как написано аллах облегчит каждому то к чему он стремится потому что я то стремлюсь с тут к самовыражению и к общению а массы обычно если допустим тут будет 20 30 тысяч человек я прям гарантирую что 90 процентов комментов будут либо глупость какая-то либо какого-нибудь хамство потому что массовый человек сожалению до этих тем еще в массе своей не дотягивает которые тут идут то есть лингвистика история там и так далее он к ним просто такому рассказали до его той группе которую он уважает там или в его народе или в его партии политической он просто обычно не критически это усваивает и потом просто хамит везде где он видит что-то такое непохожие новое прочее 90 процентов людей на например такие вот поскольку я то стремлюсь больше свое мнение высказать до денег я с этого не получаю если это мешает деньгам я прерываю работу как я уже ранее говорил это то есть это как бы у меня как хобби идет не первый не первоочередная такая вещь вот из меня устраивает то что есть какой-то небольшой круг которым это интересно если тут какие-то агрессивные люди просачиваются я их обычно блокирую поэтому я часто блокирую на самом деле те кто остались тех я считаю достаточно вменяемыми для того чтобы с ними общаться вот но и в общем меня устраивает если там даже будет два раза больше я не думаю что это будет сильно массово вот это по поводу подписчиков то есть я никаких действий не предпринимаю чтобы там увеличивались подписчики и об этом даже не думаю если они естественным образом увеличивается ну ладно как бы потому что но я чуть день денег с этого мне нет к славе я не стремлюсь человечество я в целом презираю как кучу глупых обезьян поэтому тут тоже любви мне от них тоже не надо поэтому 3000 человек меня полностью устраивает по популярности клипов вот за этот год ну и как мы видим в основном все равно как он лингвистический канал был так и остался в основном это лингвистические клипы сибирский язык просто есть группа который язык продвигает и поэтому туда наверх идут эти все клипы они все там помогают их двигать увеличивают просмотры и так далее то есть тут есть группа которая заинтересована видимо куда-то зацепил сибирский язык также клип просит столыпинское переселение в сибирь потому что у него тоже много просмотров до 3000 на этого канала всех интересует как умрет путин и почему-то всех интересует санскрит который я забросил мы может быть после греческого может быть летом я восстановлю на самом деле санскрит я там что-то начальный уровень выложила остановился пришел на греческий но это вот по популярности но обычно где много просмотров там многое комментирует конечно почему-то youtube у меня перекрыл язык фуиских кыргызов я ничего не делал там закрыты комменты я не знаю кто закрыл я не закрывал youtube по каким-то причинам закрыл не знаю кто помог может быть потому что мальчик-то картинки и кто-то мальчика там бежал я не знаю ко мне не относится почему-то перекрыто я не перекрывая никогда по поводу контента вот это примерно плейлисты которые в этом году появились на чуть-чуть получается в этом году я начал системную историю раньше это был в основном лингвистический канал хотя я также публиковал по началу двадцатого века примерно с 901 года и сейчас дошло уже до 21 то есть вот первые годы двадцатого века была эта тема еще до двадцатом году и в девятнадцатом но в основном была лингвистика иногда я срывался с этих тем начинал там что-то по биологии или начинал там что-то про современность за навального маленько повоевал но в целом это было не системно в этом году как раз такой более мини системно кстати канал пошел может быть потому что кое-какая аудитория постоянно издастся постоянно получилось ну во первых я начал полностью всю историю то есть начиная с египетских времен именно в этом году и она пошла так вот и дошла сейчас до 1300 года то есть много плейлистов по истории истории теперь системно изложено примут как от основания цивилизации первых и вся древняя изложена здесь все средне века и сейчас уже к возрождению уже подъехали и эта тема конечно будет продолжаться ну понятно что лингвистику никто не бросал в этом году появились тут уральские языки которые вызывали ряд дискуссий с носителями этих языков семитские языки подробно армянский пришлось в отдельный клип сино-тибетские языки хотя по ним нет еще языков мира все-таки я самостоятельно сделал потому что они актуальны и некоторые более-менее знаю кавказские языки все сделал абсолютно перевел самостоятельно новый завет и сделал клипы поясняющий этот перевод вот клипы христианства есть учение апостола кажется отдельный клип был при лист счет не вижу тут в общем ряд клипа серии по христианству тоже есть они основаны в основном на моем личном греческом переводе всего нового завета и там уже на греческом тексте я поясняю различные вот позиции которые высказаны действительно в евангелии они приписываются разными толкованиями дальше я начал теоретические курсы теории лингвистики которые будут обобщать вот этот весь материал который идет например языках какие-то общие вещи параллельность теории лингвистики я зарядил историю языка знания чтобы понять какие вещи формировались исторически частично я это для себя делаю чтобы систематизировать и свои позиции и литературку почитать уже готовлюсь к этим таскать клипом проектным методом да вот но и частично я не против чтобы люди это обсуждали какие-то грамотные комментарии давали там в общем это периодически и встречается я санскрит оставил зарядил древнегреческий и там пока какой-то начальный курс появился редко конечно потому что опять же это как-то так для себя делаю систематически я его не преподаю раз в неделю один-два урока и такими темпами наверно до лета наверно один только пройдем можно может быть а два уже заедем я не знаю если он раз в неделю появляется один маленький урок биологические всякие темы и все-таки решила обобщить и физически и сделал серию клипов про космос начиная с создания мира там также много было по физике по всякой по химии потом пошло все про астрономию то есть космологию единую такую совершил создать единое представление о мире да прям вот от большого взрыва и до нашего времени то есть когда-то это все сомкнется вот эта эволюция она закончена что человек появится сомкнется с клипами о древности а история уже дойдет там до будущего и так далее то есть объединиться но и настоящее время это все пока на уровне кончилась значит химическая эволюция той земля возникла и пошла биологическая сейчас дошло значит до микробов и в декабре я уже излагал всяческих микробов и вообще общие вопросы эволюции биохимии так далее то сейчас это все дошло где-то до уровня середины архейской эры когда есть уже первые микроорганизмы и в связи с этим связи с этим я немножко некоторые темы из геологии рассматривала буду рассматривать как по мере того как она формировалась да из химии то что там относится что она поясняет какие-то вещи которые к живым организм относится но видимо вот так и будет у меня была задумка сделать прям по химии все химические элементы и там основные все соединения но она грандиозная я не знаю может быть не в ближайшие видимо три года пока что у меня и химии геологии как воспомогательных биологии рассматриваются а в биологии основное вот как раз это иерархическая лестница живых существ вот их как бы сгруппировал в соответствии с тем как вот сейчас представление имеется как они развиваются я понимаю что современное представление тоже относительно могут пересмотрены но я просто не пользуюсь какой-то средства классификации да поэтому микроорганизма и так далее что касается языков позже были дартские закончил я индийские почему-то их тут не вижу тоже много этих индийских вот ну еще значит уже пошли вот уже нористанский и было был курс попали у европейским то есть под до европейским языкам европы до индоевропейским то есть там босконский остался живой и множество всяких мертвых языков или при ли гипотетических или предполагаемых вот про это тоже все сказал но вот наверное все это основные темы на канале которые были в прошлом году теперь значит что планируется обычные перерывы когда я на работе загружен связи с ее некоторой сезонностью это во-первых декабрь недавно был перерыв а также маяю у меня загрузка повышается мне тут все больше всякого разного дают связи с ростом моей определенной популярности на работе поэтому возможно вполне что май июнь и декабрь то есть три месяца будут пропущены если я опять буду на работе экстремально загружен заказами я постоянно ими загружен просто в эти месяцы уже так такая ситуация что уже нет свободного времени совершенно на то чтобы самообразованием заниматься канал я воспринимаю как самообразование во первых то что я сам что-то изучают готовят это все да я общаюсь с с адекватными посетителями ну и во вторых так само выражение то есть я вот хочу что-то так сказать сделать тоже не только за деньги и этот мотив у меня тоже конечно есть в остальное время по 4 клипа в день собираюсь и он устоялся в этом году такой ритм недельный который меня устраивает и довольно удобный воскресенье вторник пятница история в частности в следующем году 22 по моим расчетам я должен дойти до 1789 года до французской революции то есть вот будет один клип один год и вот как бы так вот по всем прикидкам я начинаю с 1300 года был недавно до концу года я дохожу до 1789 если там ничего не сорвется и ты рыбара да если вот в этот график я уложусь по 4 клипа в день кроме загрузочных месяцев в двадцать третьем году я перейду на режим по месяцам но месяца там не все тоже актуальны может быть там из года может быть шесть месяцев актуальны то есть которые были реально какие-то события значимы конечно поэтому это замедлит но не не в 12 раз и и в целом мне получилось что я за двадцать третий год дохожу до 1900 года то есть излагая весь большой девятнадцатый век который захватил в принципе 19 век начался с французской революции то есть девятнадцатый век с французской революции должен захватить и в двадцать четвертом году я должен уже перейти к двадцатому который к там времени до 24 дойдет 20 год тоже излагается 20 век просто я раз в месяц выпускаю про двадцатый век говоря о том месяц который был 100 лет назад но вот 2024 я дойду до 20 и соответственно видимо весь исторический этот курс закончится к концу 2024 года если ничего не изменится я изложу 20 века и начало 21 по субботам будет эволюция поскольку она мало только один день она тоже будет тянуться скорее всего за двадцать второй год будут изложены одноклеточные то есть все бактерии и простейшие одноклеточные водоросли и все вот такое там немножко тоже будут и грибы немножко будут простейшие скорее всего в двадцать третьем году пойдут многоклеточные то есть вот то что мы как большие все эти растения животные воспринимаем 2024 году я планирую весь год человеку посвятить так человек нам важен то есть сначала я соответственно закончу всю эту тему с эволюции с палеолитом неолитом и так далее как сформировался уже окончательно человека его общество а потом я буду системно про человека то есть психологии и анатомии физиологии медицина то есть вот науки которые именно у человека но не лингвистика потому что лингвистика конечно макро тема идет но естественно все равно человек прямое отношение к истории к лингвистике имеет то есть поэтому это важно биологии тоже человека понимать и другие аспекты и это будет 24 году у меня получается что по этим всем циклам у меня на три года рассчитаны через три года я тут что-то должен завершить примерно тоже получается по лингвистике вот какая табличка по лингвистике значит понедельник среда четверг лингвистика здесь я поставил плюсом то что идет вот сейчас идет общее заказнание по понедельникам она еще идет вычеркнул я то что уже прошло то есть у меня сначала эта табличка была без вычеркнутых вот я вычеркивал по книг проходило да дальше по лингвистике немножко зависит от того какие доступны дома языков мира это лучшая российская энциклопедия когда она доступна я на нее ориентируюсь когда она недоступна тогда я уже пишу по собственному разумению и учу в основном по материалам английской википедии либо те грамотки которые у меня есть на винте на вот железно у меня есть дровидийские иранские языки манды и они железно будут под звездочкой стоит то что они там на разных сайтах которые к этой энциклопедии имеет отношение они обещают скоро выпустить когда непонятно то есть вот то что стоит под звездочкой если они это выпустят я это включаю вот в этом порядке кто то написано допустим после дровидийских если они это не выпускают я это пропускаю и дальше дупо этой схемке курсивом допустим австранизийские попуаски искусственные курсивом это то что они не собираются выпускать вообще и этого видимо не будет поэтому я это буду сам то есть я планирую сам сделать по австранизийским потому что хоть какие-то там знаю индонезийские например искусственные их никто в общем особенно не обозревает прям сделаю системно по всем искусственным какие только есть попуаски у меня есть 100 попуаски грамматик на винте так что там тут я много могу рассказать все попуаски и грамматики поизлагать нигерок анголеский я немножко знаю с уахили но плохо и там их много то есть это вот языки африки я их тоже в принципе планирую языки индейцев америки тут пока не записаны но вот если они не выпустят вот эти вот энциклопедии которые под звездочками я тогда сюда еще включу языки индейцев америки ну и в общем и все на самом деле вот это вот все она и все почти что почти все языки мира она и охватывает и в принципе планирую за три года дальше вот планируются ещё все-таки науки которые тем не менее связано с языкознание ообщее заказнание потом дискретка отдельная математика но примитно к языку то есть дискретке изложить теорию формальных языков то что я туту немножко по общему языкознание рассказывал математической теории язык потом перейти к языкам программирование но языки программирования не практические из л qu t t тут углубляться можно курсов можно много да тоже в общем так вот изложить их как язык то есть семантических как он принципиально устроен такого плана естественно математика будет этому предшествию что языки математически потом на базе этого всего компьютерную лингвистику отчитать это все я и сам кое-что там в этом делаю и материала много есть тоже сделать этот курс потом гуманитарку все-таки изложить она увязана с историей со всем прочим а именно изложить логику и риторику классическую обычную но и не и не классическую тоже теорию литературы именно формальную то есть научную теорию литературы гносеология так условно назвал фактически но под гносеологии понятно имеется в виду знание то есть это по философии на немножко психологии там ходят туда еще раз делаю психологию ну то есть цель этого курса будет в чем заключается истинное знание как его достичь поскольку для меня истинное знание это исключительно научное фактически это будет также истории философии науки то есть то что называлась позитивизм 19 веке я с конта начну и современные все ее направления но применительно к философии науки я буду еще включать научную психологию потому что они тесно связаны и научная психология естественно методологию все от философии науки получает общем будет некий курс современные философии и психологии с с позиции научной философии и формальных всяких концепций давно и я и теорию литературы планирую изложить формализм конечно там структурализм будут должны ахинеи всякое вот как у нас пишут всякие тетеньки книжки и получают кучу денег типа ах пушкин ох достоевский этого точно не будет то исключительно формальный анализ логический дальше я планирую до теории кино дойти и про теорию кино поговорить на тех же основаниях на формально логических и также я занимаюсь проектированием игр поэтому про гейм дизайн я тоже планирую рано или поздно курс ну вот такие планы опять же по моим расчетам это планы на три года примерно так языки на самом деле быстро вот скоро будут иранские древедийские это скорее всего до марта это один-два месяца будет и манды тоже не это все близко если я языки быстро проскочу то вот эти науки уже будут вместо языков то что науки до большие то наверно много так вот ну и вот видимо все вот что мы имеем и что мы планируем